Садитесь, пожалуйста. С таким спокойным состоянием духа я подошёл к сцене, но когда услышал слова «великий человек», как-то страшно смутился и так не очень уверенно вышел вот к этому месту. Понятие «великий человек» — это очень относительное понятие. Каждый человек велик. Каждый человек создан по образу и подобию Божьему. Каждому Господь даёт свои таланты и как бы предопределяет путь его жизни. А вот величие или, наоборот, отсутствие всякой величины в жизни уже зависит от того, как мы этим путём идём. Собственно говоря, слово «церкви» обращается к людям именно для того, чтобы человек, оставаясь свободным и не испытывая никакого давления, а будучи движимым только своей собственной совестью, и избирал правильный путь жизни. Вот, собственно говоря, об этом и заключается послание «Церкви миру». Ну, эти слова, как реакция вот на то, что я только что услышал, а теперь позвольте я вам представлю какие-то свои мысли, связанные с проведением Всемирного форума молодёжи. Побережье Чёрного моря, во-первых, освящено трудами многих проповедников первых веков христианства. Собственно говоря, если взять Россию, то самым исторически важным с точки зрения христианизации нашей страны было именно Чёрное море, побережье Чёрного моря. Отсюда приплывали из Византии первые проповедники, и отсюда здесь и создавались основы христианской цивилизации. Вот это, конечно, важно ещё и потому для нас, и особенно, я думаю, для молодёжи, потому что те, кто проповедовал тогда Слово Божие, кто пришли в неведомую землю, кто рисковал своей жизнью, ведь были молодыми людьми, среди них стариков не было. То есть по возрасту они в каком-то смысле вот соответствовали и участникам молодёжного форума. Кто-то, может, постарше, кто-то помоложе. Ну вот а теперь представьте себе, вот вас высаживают на какой-то берег и говорят, иди, передавай свои знания, свой опыт, своё мировоззрение людям, которым ты ничего не знаешь, которые, наверное, на больший процент возможности определённо не будут горячо тебя приветствовать. Вот так первые наши христианизаторы, апостолы земли русской, и начали своё служение на нашей земле. Вот иными словами, они отправлялись вообще не только, конечно, к нам сюда, если говорить об апостолах, во весь мир для того, чтобы не посмотреть вот какие-то достопримечательности, не развлечься, а вот для того, и дальше скажу очень такие слова, неожиданные, для того, чтобы изменить мир. Ни много, ни мало. Изменить мир. Вот оцените масштаб задачи. Чтобы мир узнал о том, что закончилась бесконечная сила зла, что сила зла не определяет личную жизнь человека и человеческую историю, что человеку дана свобода, и если человек живёт с Богом, то его свобода становится непобедимой и несокрушимой, и он способен осуществлять ту высокую миссию, которую ему Господь призвал. Вот так началась новая страница и в истории человечества, и мир узнал благую весть, как я уже сказал, и из мрака неведения и долопоклонства обрёл возможность включить в своё сознание, в свою духовную жизнь высочайшие духовные и нравственные ценности, которые были принесены спасителям. Христианство – это вера людей, душа которых, невзирая на возраст, делает усилия к подвигу и устремляется в будущее. Вот прошу обратить на это внимание. Христианство обращено в будущее. На богословском языке мы это будущее называем эсхатологии, и некоторые считают, что это уже вообще конец света, и конец света тоже, но не только. И тот же самый конец света во многом зависит от того, как мы будем жить, и как мы себя будем вести, и какие ценности мы будем разделять. Ведь конец света – это, согласно апокалипсису, это не что иное, как тотальное господство зла. Кто такой антихрист? Это персонификация абсолютного зла. И вот теперь возникает вопрос, а может ли абсолютное зло обрести глобальный масштаб и воздействовать на весь род человеческий? Если он только единственный, кто является благополучателем от этого зла? Конечно, нет. Это можно только тогда, когда люди начинают включаться в эту страшную стратегию господства мирового зла и своей личной жизнью, семейной жизнью, общественной жизнью, политической жизнью укрепляют зло и расширяют его. Теперь вот, когда мы говорим о свободе каждого человека, мужчины и женщины, то, конечно, мы не можем не говорить о таких понятиях, как прощение и любовь. Если бы не было прощения и любви, то, наверное, конечно бы давно уже наступил конец света. Теперь позвольте мне несколько слов сказать вот о моем личном опыте. Мне в течение моей жизни много приходилось общаться с молодежью. Ну, во-первых, я в очень раннем возрасте стал ректором Ленинградской Духовной Академии. Это был такой беспрецедентный случай. Мне было 28 лет. До этого я работал в одной из международных организаций в Женеве несколько лет. И потом вот митрополит, мой духовный отец призвал меня в Ленинград тогдашний, ну и назначил практически на эту должность. Можете себе представить, 28 лет, и я должен прийти не как студент вчерашний, а как ректор и руководитель к своим профессорам, достойнейшим людям, образованнейшим людям. это было огромное испытание, эмоциональное, конечно, ну а потом даже и нравственное испытание. С одной стороны, нельзя было быть просто так каким-то непонятным выдвиженцем сильной личности, то есть моему митрополиту, которому вот захотелось своего какого-то там помощника двинуть на такой высокий пост, но с другой стороны, ведь очень многие так и воспринимали, ну, любимчика своего толкнул, вот он там с ним работал, он ему понравился, вот он его толкает. И поэтому, конечно, мои первые шаги были очень непростыми, но очень скоро все изменилось, и в лице профессоров, заслуженных профессоров, очень эрудированных людей, высококультурных, вот я обрел какую-то поддержку, а поддержка простиралась так далеко, как может быть один случай из своей жизни, я сейчас скажу, и вы поймете, когда неожиданно совершенно меня перевели из Петербурга, из тогдашнего Ленинграда, с должности ректора, на Смоленскую кафедру, которая в то время была самая бедная и самая такая провинциальная, то это было, конечно, тогда решение светских властей, которые решили удалить меня из Ленинграда, один из высокопоставленных чиновников, как-то посетив город на Неве, сказал, и этот молодой человек собирает такие молодежные аудитории в пяти минутах ходьбы от Невского проспекта в городе трех революций, этого быть не должно, но вот в результате я оказался в Смоленске и благодарю за это Бога, потому что соприкосновение вот с этой глубинкой, с народной жизнью, с нашим российским не черноземьем, а в то время это было и бездорожье, и бедность, очень помогло мне то, что называется правильно мозги ориентировать свои и понять, что пастырское служение это в первую очередь служение тем людям, которые в этом служении нуждаются, это в первую очередь то, что необходимо для духовной жизни человека, а значит и для формирования полноты жизни, а синонимом полноты жизни является счастье. Вот мы сегодня много говорим о важности сохранения традиционных ценностей, тоже хотел бы несколько слов сказать на эту тему, а что это такое? конечно это не архаика и не мир без телефонов и компьютеров, совсем нет. Я бы сказал так, это скорее инструкция, как сохранить жизнеспособность человека в условиях этой современной, высокотехнологичной и теряющей свою человечность, свой гуманизм современной цивилизации. Вот если перед использованием не прочитать этой инструкции, как инструкции любого сложного прибора, ну прибор можно сломать, ну и выкинуть вообще на свалку. Вот так и тут без знания того, что из себя представляют традиционные ценности, насколько они могут быть актуализированы, включены в сознание, в жизненную практику, очень тяжело и оперировать этими понятиями, но тем более говорить о них другим людям. Вот в нашей стране после революции 1917 года, когда, кстати, была предпринята попытка обнулить нашу историю, упразднить, конечно, веру в Бога, вот, снести с лица земли памятники, которые будили воображение у людей, могли ставить перед ними жизненные какие-то вопросы, не укладывающиеся в рамки новой идеологии, вот поэтому и памятники стали рушить, чтобы ничто не напоминало о возможном альтернативном пути жизни, кроме того, которое указывало новую власть. Ну вот, известно, сколько снесено было храмов, монастырей закрыто, сколько было разрушено культурных ценностей, связанных с нашей духовной традицией. Но, слава Богу, как-то вовремя остановились и действительно до крайностей не дошли. Ну, наверное, нам было бы все-таки суждено как бы пройти этим путем, вот, чтобы свидетельствовать о пагубности этого пути. И, конечно, вот, в том числе и для того, чтобы сегодня, может быть, ориентироваться в сложных жизненных проблемах, отсеивать зерна от плевел, может быть, действительно, народу нашему нужно было пройти тем самым путем. И вот, возвращаясь к тому, о чем я только что сказал, вот, для человека, которому с младенчества или со школьного возраста внушается какая-то идеологема, которая не соответствует нашей духовной и культурной традиции, то все это не просто какие-то заблуждения, тем более не игрушки. Когда мальчику вбивают в голову, что он вовсе не мальчик, а девочка, а девочка наоборот, и что для того, чтобы ребенок понял, что вот то, что ему предлагают, это вот действительно важно, и это нужно усвоить, пожалуйста, соответствующие мультфильмы, в которых навязывается определенная гендерная идеология. И вот на наших глазах совершается, как мне кажется, подрыв, а если вы, может быть, говорить о некоторых обществах, то и разрушение основных нравственных ценностей, на которых создано человеческая цивилизация. Ну вот, и перед нами всеми стоит вопрос. Вот то, о чем я говорю, сейчас становится каким-то мейнстримом, а если лучше сказать, главным, так сказать, потоком исторического развития, отказ от традиционных ценностей, от традиции. Ну, а что нам делать? Ответ простой. Самим выбирать. И каждому из вас, мои дорогие, вы молодые люди, вам жить, и вам нужно сделать этот выбор. Я очень, как бы, искренне рекомендую вам сделать его правильно, сделать его в пользу, в первую очередь, тех основ, на которых существовало и существует наша тысячелетняя русская цивилизация. А вы одной из составляющих этих основ, конечно, является православная вера, но если говорить, обращаясь к аудитории, где, может быть, есть и мусульмане, люди других религий, по крайней мере, чтобы не выбрасывалась за борт та аксиология, та система ценностей, которая связана с духовной жизнью человека. вот это будет тогда гарантия, что мы, во-первых, не превратимся в людей без родства и племени, а самое главное, мы никогда не будем объектом манипуляции, в том числе обращенных в наш адрес при помощи мощных средств современного общения, ну, говоря старым языком, средств современной пропаганды. вот одна из проблем еще, о которой сегодня просто необходимо говорить, это осложнение международных отношений. Сегодня реально обостряются военные конфликты, возрастает роль сильных, то есть обладающих разрушительным оружием, ну и самое опасное может быть то, что у многих сильных сегодня то самое целеполагание, которое не является жизнеспособным. Они этого, к сожалению, не понимают. Слишком сильные идеологические шоры. А потом различного рода такая трескотня, создание таких псевдоценностей. Вот говорим о правах человека. права человека как просто ну фетиш какой-то, да? А если копнуть? Все те, кто больше всего говорят о правах человека, соблюдаются там права человека? Вот я в первый раз этот задал вопрос, когда оказался в Нью-Йоркской подземке. Я думаю, что кто-то тоже там бывал. Страшное впечатление. Особенно когда поезд идет под Гарлем и когда вас предупреждают на этих остановках не выходите. А что такое? Ну, в лучшем случае вас ограбят, а в лучшем случае под поезд бросят. И это в центре цветущего мира, в процветающем богатом городе. А чуть-чуть на север поехали, а там уже другие районы. Гарли пересекли из стривор, да, и там тоже другие районы. Ну, вот там живут богатые люди. И вот тогда возникает вопрос о ценностях. Когда мы говорим о ценностях и лишаем это понятие нравственного измерения, о чем мы говорим? О материальных ценностях, о культурных ценностях, но они же тоже теряют жизненную силу, если они оторваны от нравственности и нравственного начала. Вот мне кажется, что в наше время необходимо усилить, в каком-то смысле обновить практику, в том числе и неожиданную вещь, скажу, миротворчество. Наша страна всегда выступает за мир, и выступала за мир, и сегодня она ни в коем случае не должна отказываться от этой миссии, потому что угроза военных конфликтов несомненно возрастает. Но в эту борьбу за мир мы должны включать ценностную ориентацию, обязательно апеллирующую к тем самым ценностям, о которых я только что сказал. Но не может быть реального мира, когда мир так раздроблен, когда нет общего согласия в отношении ценности, и когда вот утилитарный подход разрушает всякую перспективу вообще ориентации личности в сторону подлинных неприходящих ценностей. Поэтому если мы говорим о миротворчестве, то мы должны быть готовы привнести в борьбу за мир вот новые способы взаимодействия между людьми, ну есть такое понятие горизонтальные связи, я бы наполнил его еще очень важным понятием единомыслия и доверия. Поэтому работа вот в этом горизонтальном параплане направленная на расширение семьи тех, кто с нами вместе, кто нам сочувствует, кто мыслит как мы при всех различиях культурных, интеллектуальных даже, языковых и так далее. Мне кажется, что вот и нынешнее собрание, оно в каком-то смысле на пути к созданию такого единомыслия. Ну вот и в том числе это единомыслие должно быть направлено на то, чтобы мы обновили саму идею и практику того, что принято называть миротворчеством. Не может быть мира без единомыслия, не может быть мира без справедливости. Мир без справедливости это весьма возможная одна из форм рабства. Если мир, а под крышей этого мира пропорится беззаконие, страдают люди, то это не мир, а это рабство. Ну вот то, о чем я говорил и говорю о создании такого мировоззрения, то ведь наверное все начинается с семьи. Вот в семье закладывается система ценностей. Но к сожалению сегодня семья это та институция, которая находится под сильным ударом мощных пропагандистских сил, которые прямо не говорят, что семья это плохо. Нет, не говорят. А говорят о других вещах. Когда супружеские измена становятся чуть ли не нормой и практикой жизни, когда кинематограф и все прочее. Уж так представляют все эти темы, которые связаны с потерей внутренней интеграции человеческой личности. Что такое измена? Потеря целостности. Она становится чуть ли не ценностью и привлекательной темой для литературы, для кинематографа и так далее. Вот если мы хотим быть счастливыми в жизни, мы должны быть целостными. Это обязательно. Ни в коем случае нельзя разрушать свою внутреннюю целостность. А целостность формируется нравственными принципами. Мы не можем быть сильной личностью, если мы не любим Родину. Мы не можем быть сильной личностью, если мы не можем жить в мире со своими родителями или с детьми. Мы не можем быть сильными, если мы разрушаем свою семью. Ведь все это взаимосвязано. А с понятием сила связано и благополучие. Потому что сильный человек способен формировать благополучие для себя и для своей семьи. Ну вот совершенно очевидно, что все эти понятия могут и должны закладываться в семьи. Еще раз хочу сказать, что к сожалению сегодня многие боятся заводить семью, боятся заводить детей, но думая, что вот надо еще пожить, я еще такое вообще вульгарное слово не нагулялся, не нагулялся, по-разному нагуляться можно, что и потерять всякую возможность создавать семью. если очень привыкшь гулять, а как ты потом себя включишь в семейную ценность, систему? Скучно тебе будет? Ну годик там пожил, а потом начнется искание других предметов, которые бы помогли поддержать тебе твое благополучие и счастье. А ведь действительно именно в отношениях мужа и жены и воспитываются навыки любви больше того. Я думаю, что семейные люди об этом лучше скажут, чем я, но мне кажется, что и навыки терпения, умения слушать, взаимно уважать, быть готовыми в том числе к компромиссам. Иногда говорят про мужа и жену у него, у нее твердый характер. А что это означает в семейных отношениях? Твердый характер исключает способность к компромиссам. Вот нужно помнить, что умение слушать другого и пойти ему навстречу, немножко наступив на свою собственную песню, вот это и есть способность сохранять семейные отношения. Любовь и жертвенность это почти что синонимы, и Господь нам это показал на кресте. Движимый любовью он зашел на крест и претерпел страдания. Поэтому если вы любите человека, вы обязательно должны уметь жертвовать чем-то ради этого человека. Иначе от любви от этой камня на камне не останется. Но вот если действительно мы разрушим традиционную семью, к чему подталкивает каждого современного человека и вот так называемая современная культура, и фильмы, и материалы из интернета, и всего прочего, ну тогда мир, скажу громкое слово, но очевидное, он останется без будущего. Потому что именно семья продуцирует это будущее чисто физиологически. Я уже не говорю о духовной стороне, и духовно тоже, воспитательно тоже. Ну вот, а если человеческое общество станет обществом эгоистов, живущих только для себя, то на этом и закончится человеческая цивилизация. И это не страшилка, это факт. Эгоизм исключает совместные действия, исключает такое понятие, как любовь и дружба, то есть исключает те ту систему взаимодействия людей, те скрепы, которые формирует и человеческое общество, и от силы которых зависит в том числе и существование государства. Вот молодые люди призваны употреблять свои силы, способности к тому, чтобы менять мир к лучшему. А люди старшего поколения призваны в том, чтобы соучаствовать в этом деле и поддерживать молодежь. Призываю на всех вас благословение Божие и благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ